Всем привет, пацаны! Сейчас вам расскажу маленькую историю. У меня есть друг Саня, который ездит на Шкоде Октавии с двигателем 1.6. Он, наверное, думает, что у него Chevrolet Camaro, как минимум, потому что ездит он на этой Шкоде соответствующей. В результате двигатель сдох. Да, сдох. Да он просто не выдержал таких нагрузок. Повышенный расход масла, гидрокомпенсаторы застучали. Ну и я взялся ему помочь с восстановлением этого двигателя. Сам процесс демонтажа двигателя я снимать не стал. Перейдем сразу в дело. Начну я восстановление двигателя с головки блока цилиндров. Сейчас я ее разберу, притру клапана, заменю маслосъемные клопачки и соберу все обратно. Снимаем постель распредвала. Для этого нужно открутить 10 гаек от края к центру. Сняли постель, теперь мы снимаем толкатели вместе с гидрокомпенсаторами. Теперь высухариваем все клапана. Желательно их пометить и ставить по порядку. Вот эти черные точки на седлах клапанов говорят о том, что клапан прилегал неплотно, поэтому я буду притирать клапана по новой. Ну что, клапана я притер. Вот так выглядит седло после притирки. Теперь закрытие будет клапана плотное и пропуска в зажигании точно не будет. Все, собираем клапана, засухариваем и идем дальше. У кого нет специального инструмента для установки клапачков маслосъемных, не переживайте, можно взять головочку на 9 с набора, одеть на нее колпачок, смазать маслом и спокойненько одеть. Без усилий. Все, пацаны, засухарили клапана. Ставим распредвал, ставим постель распредвала, притягиваем. С этой стороны мы ставим заглушку резиновую, с этой стороны устанавливаем сальник и прикручиваем сам шкив. Итак, после сборки ГБЦ переходим к сборке блока. Значит, устанавливаем новые вкладыши, устанавливаем новые полукольца, аккуратно вкладываем коленвал, предварительно смазав его маслом и прикручиваем багеля. Предварительно тоже установили новые вкладыши. Они помечены, вы их не перепутаете с 1 до 5. Вот она. Значит, устанавливаем момент затяжки такой. Мы начинаем, с центра, с центра и расходимся по краям. Момент затяжки у нас проходит в два этапа. Первый этап это затяжка 40 ньютон и второй этап идет у нас до ворот 90 градусов. Итак, все, коленвал у нас прикручен. После скручивания он должен свободно вот так руками прокручиваться. Он не должен зажимать либо останавливаться. Если он крутится легко, значит собрано все правильно. Дальше переходим к поршневой. Берем новые вкладыши устанавливаем и устанавливаем новые кольца. Сжимаем это все оправкой и устанавливаем в цилиндры. Все, ребята, установили вкладыши, установил кольца, отделили оправку. Напоминаю, что на поршне есть стрелочка, а она должна смотреть в сторону ГРМ. Устанавливаем поршень с оправкой в цилиндр. Тыльной стороной молоточка или деревянной киямочкой осторожно начинаем его туда вставлять. Переворачиваем двигатель, вставляем в угель шатуна. Вот такая вот смазка Firmatec. Просто я ее шприц выдавил, чтобы расход был поменьше и удобнее было наносить. Так, и прикручиваем. Здесь тоже у нас затяжка будет в двух этапах. Первый это 30 ньютон и и второй этап. Это будет доворот 90 градусов. Итак, продолжаем со всеми четырьмя поршнями. С поршневой мы закончили. Теперь мы устанавливаем масляный насос в цепи. Устанавливаем вот этот маслоуловитель. Пока не прикручиваем насос, потому что маслоуловитель одним ухом прикручивается вместе с насосом. То есть мы это все дело прикручиваем. Далее устанавливаем натяжитель цепи. И теперь можно ставить переднюю крышку и заднюю крышку. Продолжаем. Предварительно заменив сальник, устанавливаем заднюю крышку. Но задняя крышка, она же сальник. То есть отдельно вы сальник не купите. Она продается вот так, вместе с крышкой. Он идет со своей уже направляйкой с оправкой. Поэтому просто его прикручиваем и снимаем оправку. Все, друзья, крышки установлены. Маслозаборник прикручен. Единственное требование не прокручивайте двигатель 4 часа, потому что у нас сальники стоят тефлоновые. Теперь пришла очередь поддона. Наносим по периметру герметик. Вот таким образом. И устанавливаем поддон. Ну все, прошло даже чуть больше четырех часов. Продолжаем нашу сборку. Устанавливаем пластину. Устанавливаем корзину, затяжка которой проходит в два этапа. Первый этап это 60 ньютон и второй этап это доворот на 90 градусов. Устанавливаем вот эту выжимную пластину. После чего диск и уже потом сам маховик. Для центровки сцепления, диска сцепления, я взял вот такие сверлышки на 10. Просто их вставил аккуратно, равномерно и затянул маховик. Ну все, блок собран до вот такого состояния. Я думаю достаточно. Будем перемещать его в подкапотное пространство и все остальное навешиваю уже там. Ну что, друзья, блок переехал под капот на ПМЖ. Здесь мы сразу можем прикручивать стартер, можем прикручивать корпус масляного насоса, можем прикручивать гур, кондер, генератор. Ну то есть всю обвеску здесь мы можем уже в принципе сделать. Навесной накинул. Сразу можно часть проводки, которая идет на все навесные, на гур, на кондиционер. То есть уже можно проводать и подсоединять. Верхнюю часть проводки, которая идет на головку, пока оставим. Сейчас ставим новую прокладку и устанавливаем головку. Моменты затяжки сейчас скажу. Все, голова на месте. А вы, наверное, спросите, почему прокладка золотого цвета? Нет, это не прокладка такая. Просто я использую вот такой вот спрей от Permatex. Очень крутой спрей. Сбрызгиваете им прокладкой и можете устанавливать головку. Но сейчас не об этом. Головка будет у нас затягиваться в четыре этапа. Первый этап это 20 ньютон. Второй этап 40 ньютон. Третий этап это доворот на 90 градусов. Четвертый этап еще один доворот на 90 градусов. Порядок затяжки вот такой. Продолжаем. Пока мы ждем время между этапами, можно пока прикручивать термостат, можно прикрутить катушку зажигания, можно даже ГРМ пока собирать потихонечку, трубу выпускную прикрутить. То есть те вещи, которые пока не мешают установке крышки и впуска. Можно собирать между этапами. Так, сборочка у нас продолжается. Поставил клапанную крышку. Пока одел просто фишки на форсунки на первую часть впуска. Теперь нужно установить, пока удобно, клапан рециркуляции отработавших газов. После чего мы ставим вторую половину впуска. Ну и все это скручиваем. Со впуском мы разобрались. Единственное, пока не прикручиваем его к самой головке, потому что нам нужно установить вот этот вот вентилятор принудительной вентиляции картера, скорее всего, я так понимаю. Дело в том, что вот этими двумя ушами он прикручивается вместе с впускным коллектором. Все, впуск на месте у нас, вентиляция картера на месте. Теперь устанавливаем корпус термостата со шлангами и подсоединяем все шланги системы охлаждения. Охлаждение у нас есть. Теперь мы устанавливаем корпус воздушного фильтра, площадку под аккумулятор с аккумулятором, все подсоединяем. И сейчас я вам покажу немножко по меткам ГРМ. Два слова скажу про метки ГРМ. Сейчас покажу вот так в снятом виде, потому что там на месте снимать не очень удобно. Значит, на шкиве коленвала есть вот такая вот риска, проточка. На крышке есть вот такая вмятина. То есть мы совмещаем их. Это у нас получается ВМТ. Дальше распредвал. На распредвалу у нас есть тоже риска. И на крышке, на пластиковые, вот такая стрелка и написано ОТ. Это тоже ВМТ. То есть выставляем коленвал, выставляем распредвал. Далее мы устанавливаем натяжной ролик. Вот этим вот выступом он должен попасть в пробку. Там есть железная такая пробочка. Я думаю, разберет. После чего установили все метки, установили ремень, поставили ролик натяжной. Берем вот такие обычные щипчики. Вот такие щипцы. Вставляем вот в этот отверстие. Вот в эти два отверстия. И начинаем против часовой стрелки натягивать ремень. До того момента, когда вот эти два, ну так скажем, язычка сойдутся. То есть вот так выставили. Все. Затягиваем гайку. Прокручиваем 3-4 оборота двигателя. Смотрим, если метки все совмещены, то можем собирать дальше. Ну что, ребяточки, Грэм собран. Все крышки, подушки, все прикрутил. Антифриз залил. Масло залил. Сейчас пойду заводить. Ну что, пацаны, 4 дня кропотливой работы не прошли даром. А я вам всем желаю удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok